Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самара в сердце моем. Шеф-редактор программы событий Инга Пеннер стала победителем фотоконкурса, организованного Самарской городской думой. 17 новых детских садов откроются в регионе до конца года. Всего в работе сейчас 28 зданий. Такие цифры озвучил губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства. Решению проблемы нехватки мест в школах и детских садах в ближайшие годы будет уделено особое внимание. Второй корпус современного образовательного центра в Южном городе открылся в начале учебного года. Здесь будут обучаться полторы тысячи детей, в том числе ребята с особенностями здоровья. 68 кабинетов, 6 спортзалов, музыкальные классы и библиотека. Созданы все условия для учебы. Здание было построено благодаря нацпроекту образования, который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Главным преимуществом образовательного процесса школы в Южном городе можно считать то, что практически все ребята будут учиться в одну смену. В каждом из корпусов и спорта, и наука, и искусство. Мы не разделяем возможности для детей. Собственно говоря, каждый корпус предназначен для тех детей, которые ближе к нему живут. Чтобы была шаговая доступность, чтобы была безопасность для детей. В центре Самары ситуация с нехваткой мест в школах и детских садах острее, чем в остальных районах города. Согласно майскому указу президента страны, к 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность образовательных учреждений для детей всех возрастов. Всего за время реализации нацпроектов в регионе планируется создать более 7 тысяч дополнительных мест. Больше половины для детей в возрасте до трех лет. Этой работе уделено особое внимание в обновленной стратегии развития региона, которую представили на расширенном заседании правительства. В сфере образования одним из наших приоритетов является обеспечение доступности мест в детских садах. Особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены 9 детских садов. В этом году в регионе строится и капитально ремонтируется 28, 17 из них совершенно точно будут введены в эксплуатацию в текущем году. Работа по сокращению очередности уже активно ведется. Возвращаются бывшие здания садиков, создаются дополнительные группы. Проблема нехватки мест решается в том числе и созданием частных детских садов. Мне хочется отметить, что при задаче к 2021 году 100% обеспечимости жителей Самарской области Российской Федерации местами в детском саду, сегодня по городу Самаре, например, эта проблема является одной из самых актуальных. И поэтому то, что сегодня произошли определенные передвижки, по сути дела, и акценты переставлены именно на решение этого вопроса, я считаю, что это показатель того, что и губернаторы правительства Самарской области, они понимают, куда мы идем, и понимают чаяния жителей. Самарская область активно участвует в президентской программе по строительству и обновлению школ, которая рассчитана до 2025 года. За неполные два года введены в строй четыре школы, это почти четыре с половиной тысячи новых мест. Еще две школы до конца года откроют свои двери после вынужденного длительного закрытия и проведенной реконструкции. Ведется большая работа, и это тоже важно отметить, особенно вот в проблемных точках. Во-первых, по проектированию новых образовательных организаций. Ну, в качестве примера, опять же, например, на пятой просеке в Самаре сейчас ведется проектирование, там будет новая школа. И в микрорайоне крутые ключи. Не забывают и про оснащение образовательных учреждений. Обновляется парк школьных автобусов. Перед началом учебного года закупили 89 единиц техники. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. В Волгаре появится еще один детский сад. Сейчас там готовят площадку под его строительство. Также в микрорайоне продолжается строительство дорог. Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности выездного совещания в репортаже Ларисы Шалафаст. Новый детский сад на 215 мест в Волгаре появится уже в следующем году. Сейчас строители готовят площадку, роют котлован, уже начали завозить песок. До конца года что успеете здесь делать? Ну, здесь надо сейчас, ну, мы график предоставляли, коробку, сети, то есть полностью с ограждениями, все, все, все. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет строительство и новых домов, куда в следующем году планируют переселить людей из ветхого и аварийного жилья. Два здания практически готовы. В ближайшее время строители приступят к кровли и начнут подключать коммуникации. На фасад тоже выходим где-то в районе 15-16 числа. Сейчас уже, значит, подрядчик у нас уже готовится к этому делу. Ну, естественно, и сейчас уже будем начинать обвязку, тоже где-нибудь к концу следующей недели, начинать обвязку подвала по теплу, по воде. В микрорайоне делают и новые дороги. По программе стимулирования развития жилищного строительства в городском округе Самара и развития жилищного строительства в Самарской области до 2021 года строится несколько объектов. Первый на улице Александра Солженицына практически готов. Остается нанести разметку и установить ограждение. По нас проекту, да, найдет в этом году сдача уже? Когда официально сдадите нам ее? В конце сентября. Мы готовы к 1 октября сдаваться. Завершается и строительство дорог до этнокультурного комплекса Парк Дружбы Народов и по улице имени Героя России Виталия Толобаева. В следующем году здесь, на одном из домов, в память о нем планируется установить мемориальную доску. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре представлена обновленная стратегия развития региона до 2030 года. Одно из приоритетных направлений – федеральная программа формирования комфортной городской среды. Какие скверы, парки, аллеи были облагорожены, расскажет Елена Малютина. Еще полгода назад это место люди обходили стороной. Здесь лежал мусор, сквозь который прорастали кусты. А сейчас в сквере у храма Кирилла и Мефодия полный порядок. Детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, газоны, хорошее освещение. Все это здесь появилось буквально за несколько месяцев. Отремонтировали территорию от А до Я по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Раньше был здесь лес непроходимый. Сейчас здесь сделали для детей площадку. Много разных качелей, домиков, горки. Вот я смотрю. Ну и в общем-то все очень красиво. Достопримечательности Крыма в Самаре. Такова задумка авторов дизайн проекта Крымской площади. Долгое время эта территория была заброшена. Теперь она преобразилась. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курорта. Главные достопримечательности – Воронцовская ротонда, 9-метровый ялтинский маяк и мозаичное панно «Карты Крыма». Новые арт-объекты пользуются популярностью у местных жителей. Самарцы отдыхают на волнистых скамейках, любуются видами. Более проработанное на стадии проектирования городские пространства. Впервые в конце февраля этого года было собрано архитектурное сообщество Самарской области, где при участии главы города именно профессионалы, дендрологи, экологи, архитекторы, дизайнеры еще раз пересматривали каждый дизайн проект и вносили свои профессиональные правки. Облагороженное общественное пространство и дворы – одно из приоритетных направлений обновленной стратегии развития Самарской области до 2030 года. Ее создавали с учетом более 900 тысяч предложений жителей региона и скорректировали в соответствии с задачами 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Формирование комфортной городской среды – одно из направлений нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализация в области проходит под контролем главы региона Дмитрия Азарова. Сегодня уже было сказано, насколько важно вовлечение людей в этот проект, в этот процесс проектирования будущего региона. Совершенно очевидно, что человек, который имеет отношение к разработке долгосрочной стратегии, он в большей степени связывает будущее свое, своей семьи, своих детей именно с нашей родной землей. В 2019 году, в соответствии с итогами общественного голосования, особое внимание было уделено благоустройству общественных территорий. Их число увеличилось до 178. А самое главное, все мы видим, что это совсем иной качественный уровень благоустройства организации городских и сельских пространств. Подчеркнули индивидуальность и сквера Фадеева. Теперь его не узнать. Детский игровой комплекс в космическом стиле, спортивные площадки, беговая дорожка, уникальная в своем роде. Такого покрытия в Самаре нет нигде. Скамейки, новый газон, автополив. Точкой притяжения горожан стал бульвар Металлургов и площадь Мочалова. Масштабный ремонт должен стать импульсом развития района. Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни дизайнерских скамеек и три десятка так называемых бульварных диванов. Урны практически на каждом шагу. В темное время теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Появилось ноу-хау для пешеходов и водителей. Мощеный пешеходный переход, плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется каждый год обновлять рисунок зебры. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. По программе формирования комфортной городской среды только в прошлом году облагородили около 400 дворов и более 100 скверов, парков, бульваров, аллей. А в этом году около 100. Кроме того, благодаря экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, удалось увеличить количество благоустраиваемых в 2019 году дворов с 272 до 295. При этом отбор объектов для обновления, формирование проектов их будущего облика, контроль за качеством работ ведутся совместно с жителями. Благоустраивается не только Самара, но и все районы области. Елена Малютина, Василий Ковдашов, События. Мечтаю, чтобы его авторскую песню услышал весь мир. Одним из претендентов на участие в финале детского Евровидения, который будет проходить в Польше, стал юный самарский певец Даниил Хачатуров. Мэри Елчан удалось пообщаться с мальчиком и узнать, как идет подготовка к конкурсу. Незрячий мальчик с волшебным голосом. Так называют Даниила Хачатурова, все, кто с ним знаком. Юному музыканту 12 лет. В три месяца он заболел раком сетчатки, были поражены оба глаза. Мальчику провели четыре сложных операции. Он прошел 17 курсов химиотерапии. Усилиями самарских врачей Даниил смог победить онкологию, но зрение было потеряно навсегда. Вопреки всем трудностям, мальчик живет полноценной жизнью. Мне нравится играть в шахматы с друзьями, плавать, кататься на самокате и гироскутере. Встречаясь с интересными фактами, я пишу о них стихи и сочиняю музыку. Даниил Хачатуров учится в двух музыкальных школах, изучает английский и китайский, поет на разных языках. В его репертуаре 10 песен собственного сочинения. С одной из них Даниила решил отправиться на отборочный этап детского Евровидения. Я не волнуюсь, я уверена в себе. И я думаю, что сейчас мне очень важна поддержка моего города, который меня уже и так хорошо очень поддерживает, и моих семьяков. Это, конечно, большая ответственность, большая честь. Но для нас большое счастье, что мы попадали в десятку именно с авторской песней, потому что Даня полностью сочинил песни сам. Сейчас самарский певец учит хореографию, каждый день ходит на репетиции и верит в свою победу. В польсках счастья мы ходим по кругу, часто не видя улыбок друг друга. Уже 24 сентября пройдет финал отборочного тура по России, где станет известно, кто из десяти юных исполнителей отправится представлять Россию в Польше 24 ноября. У слушателей есть возможность самим выбрать певца. Для этого нужно отдать свой голос на официальном сайте детского Евровидения. Я мечтаю, чтобы в мире был мир. Чтобы сейчас дети, которые болеют, чтобы они быстро выглядели. Чтобы нигде не было войны, чтобы люди всегда выходили в общий язык и понимали друг друга. Потому что мы одна планета, и мы один организм. Мэри Елчат, Дмитрий Мешканцов, События. Более 20 тысяч самарцев в ближайшие пять лет получат новые квартиры. Все они сейчас проживают в ветхом и аварийном жилье. Но первые полторы тысячи человек должны его покинуть уже до конца 2020 года. Таковы планы регионального министерства строительства, которые будут реализованы при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда». Также федеральная поддержка направлена на развитие недавно построенных микрорайонов и строительство там важных объектов – новых больниц, школ и дорог. Так в Красноглинском районе построят новую школу на 1200 мест. В Куйбышевском – пять дорог, две в Южном городе и одну в Крутых Ключах. Это современные детские сады с современным оборудованием и срок их строительства составляет около года. Все контракты по всем объектам заключены, разрешения на строительство на все объекты выданы, осуществляется контроль со стороны федерального стройконтроля. Из Москвы создана новая организация, которая осуществляет строительный контроль за объектом, реализуемым в рамках национального проекта «Жилье». В Самаре подвели итоги летней оздоровительной кампании. Более 100 тысяч самарских детей провели время с пользой. Туристические походы, спортивные и творческие конкурсы, поездки в разные города и страны – Германия, Абхазия, Израиль и Кавказ. Во время летних каникул в регионе работали 7 загородных лагерей и 45 профильных смен – от спортивной до волонтерской. Более 9 тысяч школьников предпочли отдых в Самарском крае и даже успели спеть бардовские песни вместе с родителями на семейном форуме. Самых активных наградил городской департамент образования. Совершенно недавно, было 1 июня, мы все открыли летнюю оздоровительную кампанию. Взрослые очень сильно переживали, все ли мы сделали для того, чтобы наши дети провели лето на оценку «Отлично». И сегодня я хочу сказать, да, действительно, мы сделали все, чтобы 111 тысяч школьников, детей любого возраста, лето провели на пять. Когда картины становятся частью реальности. В Самаре открылась выставка советских художников, которые создавали гиперреалистичные художественные работы. Экспозицию предоставила Третьяковская галерея. Подробности в нашем сюжете. На работе Сергея Базилева «Тирдесав» ружье стрелка буквально целится в зрителя, создавая ощущение настоящей угрозы. В этом и задача заставить поверить, что нарисованное вполне реально. Эта картина представлена на выставке «Гиперреализм. Когда реальность становится иллюзией». На ней собраны работы советских художников, которые работали в этом направлении. Особенность течения – авторы пишут картины не с натуры, а с фотографий. Это непростая калька. Авторы намеренно делают работы преувеличенно реалистичными. И я у художника спрашивал, он мне сказал, что я хотел заинтриговать. Я хотел, чтобы зритель забыл о спортивном событии и подумал, например, о состоянии Холодной войны. О том, что они спортсмены, но они могут быть и военными снайперами. Организаторы говорят, выставка особо актуальна во времена соцсетей, второй реальности, в которой сейчас мы живем одновременно с первой. Художники, представленные на выставке, предвосхитили это. И такую же вторую реальность создают картины на выставке, убеждая зрителей, что изображенное на них существует на самом деле. В экспозиции представлены знаковые работы и ключевые художники Советского Союза, которые работали в этом направлении. Картины, слайды, мультфильмы предоставлены Третьяковской галереей, филиал которой скоро откроется в Самаре. Попытка диалога с той художественной средой, которая у нас сейчас есть. То есть это молодые живописцы, это старая школа. Мы хотели показать, что Третьяковская галерея – это не только известные всем работы русского классического искусства, это и огромная коллекция искусства 20 века, позднесоветского искусства, современного искусства. Зрители говорят, экспозиция одновременно и пробуждает ностальгию по советским временам, и одновременно пугает. Этого эффекта в том числе и добивались художники. Я смотрю параллельно сериал «Чернобыль» и очень как бы перекликается, ну потому что плюс-минус годы одни и те же, немножко жутковато. Мне кажется, что несмотря на то, что они как бы реалистичные, они несут глубокие психологические аспекты. Проверить свое ощущение реальности можно будет до 4 ноября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Посмотреть на работы знаменитых русских живописцев глазами художников. В Самаре открылась выставка «Символы модерна». В экспозиции уникальная графика, наброски к картинам и спектаклям авторов эпохи модерны из коллекции Башкирского художественного музея. Как создавались великие произведения, узнал наш корреспондент. Портрет балерины Елизаветы Корзинкиной знаменитый живописец Валентин Серов нарисовал практически одной линией. Художник не досказывает ее образ, опуская излишние детали и сосредотачиваясь на главном. Такое прочтение образа – частый прием русских художников эпохи модерна, чью графику представили на выставке «Символы модерна». В экспозиции работы, созданные на стыке 19-го и 20-го веков. Есть тема, посвященная театру, посвященная прошлому, посвященная женщинам. У нас здесь довольно много женщин. И поэтому здесь, собственно, объединены все вот эти образы модерна. И поэтому выставка, хоть и не очень большая, но она очень полная. И она все работы, собственно, дополняет друг друга. В экспозиции работы таких именитых живописцев, как Бенуа, Коровин, Врубель, Кустодиев. Особое место уделено работам выдающегося художника Михаила Нестерова. Все эти творцы объявили мерилом красоты саму красоту, а не реальную действительность. В экспозиции, в том числе, зарисовки к театральным декорациям, наброски будущих полотен. Это помогает зрителю понять, как создавались картины. И, наконец, мы могли увидеть вообще картины, которые разработки, также картины, собственные произведения какие-то самодостаточные, которые я никогда не видел. Мы большинство этих художников по тем же причинам привыкли видеть в качестве живописцев. Когда мы встречаем их в работе с другим материалом, то мы находим в старых художниках, в знакомых художниках, в великих художниках какие-то очень свежие вещи всегда. Все работы предоставил Башкирский художественный музей. Его руководство обещает скоро привезти в Самару и другие уникальные коллекции, в том числе, работы основоположника футуризма, поэта и художника Давида Бурлюка. И в 2021 году мы снова можем быть в Самаре для того, чтобы показать все те коллекции, которые есть в нашем собрании. В первую очередь, конечно, Нестеров, который был тоже очень близок к Модерну. Символы Модерна можно будет посмотреть до середины декабря. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Кадры, от которых захватывает дух, в Самаре определили победителей фотоконкурса «Самара в сердце моем». Городской пейзаж, красота природы, фотографии из семейного архива, снимки, отражающие уникальные здания, сохранившиеся с дореволюционных времен. В восьми номинациях было представлено около 500 работ. Подробности у Елены Малютиной. Историей этой фотографии рассказывает Инга настоящее приключение. Снимок сделан с самого высокого дома на площади революции. Идея поснимать с его крыши давно не давала покоя автору фотографии, ведущей и шеф-редактору информационной программы «События Инги Пиннер». А воплотить в жизнь задумку помогли жители дома, на которых Инга вышла через соцсети. Таких фото пока нет ни у кого. Снимок отражает красоту дореволюционной Самары, которая в этой части города сохранилась почти в неизменном виде. Фотография заняла первое место в номинации «История рядом». Как обладатель скальпеля не становится хирургом, так и обладатель зеркалки не становится фотографом. Я фотографирую очень давно, но фотографировала, как все, собственно говоря, люди, у которых есть какой-то гаджет, какой-то фотоаппарат, но никогда не читала и по сей день не считаю себя фотографом. Я поняла, что это как бы моя вторая жизнь, и мне нравится так проводить время. Жизнь мегаполиса, город в фокусе, краски города, история рядом, самарские события, человек труда, ретро-снимок «Самара-2086». В номинациях фотографы-любители со всей области представили около 500 работ. Самому младшему участнику фотоконкурса 6 лет, старшему 74. В жюри – профессиональные фотографы, депутаты, представители общественности. Жюри выбирало лучшие фотографии, не зная имен авторов. Поздравляем. Воспитание бережного отношения к родному городу через искусство фотографий и поддержка талантливых фотолюбителей – главная задумка организаторов конкурса. Каждый своим взглядом, то, что он видит через объектив камеры, нам сегодня эти работы показал. Работа действительно замечательная, и еще раз повторюсь, название этого конкурса было «Самара в сердце моем», но это все сделано с любовью. Мы должны показать, вот через открытки, через фотографии, именно это в сети интернет размещается, насколько прекрасен наш город. Все снимки можно увидеть на официальном сайте городской думы. Лучшие работы будут отпечатаны в виде открыток. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!